А вот в парламенте сегодня думали о том, как приструнить правоохранителей. Там приняли закон о защите бизнеса. Теперь просто так прийти на предприятие силовики не смогут. Это голосование, как никакое другое, сплотило зал. Что же предусматривает документ? Далее в материале. В свой рабочий день народные депутаты решили начать с выходных. В преддверии католического Рождества они предлагают сделать 25 декабря официальным выходным. А чтобы сбалансировать количество рабочих дней, 2 мая рабочим. Но такие рокировки в календаре без споров не проходят. Мы должны понимать, что 2 травня нужно ликвидировать и увеличить количество рабочих дней. Но не руйнуйте православие. Мы православная страна. Вы должны понимать, что за этим криется развал православия. Украинское общество разное. В нем есть греко-католики, и протестанты, и католики. И мы сегодня принимаем объединенные решения для Украины. С первого раза голосование проваливают. На ходу депутаты договариваются. Праведный гнев стихает и сменяется едва ли не исповедью. Это последняя страна в Европе, которая не имеет 25 числа выходный день. Я христианин сходного православного обряда. Я святую Різдво 7 числа. Но я католик и считаю святую католическую традицию. Но мне назвать цивилизованную страну, где выходный день визначает европейский курс страны. Что вы дурницы молотите? Я вам еще раз скажу. Я греко-католик. Мы должны от Верховной Ради вернуться к церкви. Нехай церкви визначатся, какие дни должны быть выходными. Вторая попытка оказалась более удачной. 238 за. Закон принятый. Но дела церковные померкли перед интересами бизнеса. Все раскольнические настроения вмиг улетучились перед законом об обысках силовиков. Тут нардепы всех конфессий были едины как никогда. Видимо, масок шоу они боятся больше гнева верующих. Тем более, что представлять документ приехал сам премьер. Я не считаю тех силовиков, которые вдевают погони правоохранных органов и используют все возможности для того, чтобы тиснуть на честный, прозорый бизнес. Створюйте маски шоу, обшуки, блокирование. Вилучают у них технику, первую документацию. Блокируют тех, кто сегодня создает национальный продукт. В прошлом году 94 тысячи разов суды давали дозволь на обшуки. 94 тысячи разов предпринимцы приходили к предпринимцам разного рода правоохранных органов с обшуками из маски шоу. Это 250 разов каждый день, целодневно. Каждую годину 10 обшуков в Украине отбывалось. Такой поддержки в зале, как при голосовании за этот документ, не бывало почти никогда. Электронное табло вмиг превратилось в зеленое поле. Если будут проводиться следственные действия, например, обшуки, вилучение техники, это должно проводиться с видеофиксацией. Это надважливо. То есть теперь не можно будет делать, например, часть обшуков без видеофиксации, после того, в определенном случае, это используете. Если относительно человека открыто криминальное проведение, то можно проводить обшук конкретной человек, а не связанных там человек, с кем торговали, с кем имеются юридические отношения и так далее. Другой, обшук не будет проходить без присутствия адвоката. И все, что будет вылучено, будет враховаться незаконно. Все мы знаем, особенно когда-то адвокаты, как часто податковая милиция, особенно этим зловживая прокуратура, не допускают адвокатов под час обшуку предприятий. Но на что духу не хватило, так это на закон о реинтеграции Донбасса. В комитете хотят, чтобы, как с законом о запрете масок-шоу, табло позеленело. Мы ожидаем поддержку от пяти фракций парламенту, что наименше. Мы даже враховали деякие правки в оппозиционном блоке. Можливо, это тоже сполихнет, и некоторые из них тоже проголосуют. Это было бы очень важно, потому что этот законопроект мог бы стать объединением, независимо от оппозиционной належности, или право-владной належности политических сил в парламенте. Именно над этим мы работали. Мы бы теоретично могли выйти и сейчас, и найти 226 плюс голосов на голосование. Мы вообще практически против этого законопроекта, поскольку он не решает главную задачу. Он не решает вопрос завершения конфликта примирения, и он не решает, там нет механизмов, как вернуть территорию людей в Украину. Поэтому это просто законопроект, который удовлетворяет политические амбиции партии войны, и ничего общего с интересами людей, граждан и народа Украины не имеет. Наша позиция, нам надо голосовать закон об особом статусе на 3-5 лет и давать возможность вернуть к мирной жизни эти территории после введения голубых касок в лению конфликтов. Но вот когда табло позеленеет и закон будет принят, непонятно. Екатерина Лысенко, Елена Азорина, Владимир Самченко, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер.